Радио Блог с Игорем Цесарским У нас существует ТВ-клуб Континент, в котором принимает участие мой сегодняшний собеседник, причем живое и постоянное, и некоторые другие авторы, коих вы знаете по нашему радио-блогу, ну и по публикациям в медиагруппе Континент. Приходите на Ютубе, это очень просто найти, наберите только ТВ-клуб Континент. Ну, а сейчас Михаил Герштейн из Нью-Джерси со мной на связи. Миша, добрый день. Добрый день. Ну, приятно, что светит солнце. Не знаю, как насчет настроения, но уже то, что солнце есть, это уже плюс. А вот то, какие солнца нынче светят на Капитолийском холме, вот, наверное, с этого мы начнем. Да, ну, наверное. Мы прекрасно помним, что на прошлой неделе Конгресс Палата представителей пыталась принять антисемитскую резолюцию по поводу... Ой, наоборот, не антисемитскую резолюцию, осуждающую антисемитизм... Нет, но вредь у тебя получил. Да, да, да. Ну, правильно. Да, из-за конгрессменши Ильхана Мар, которая регулярно говорит какие-нибудь гадости, потом регулярно извиняется и говорит, что это она не то имела в виду, ее не так поняли. Но поскольку Ильхан Амар принадлежит к правильной партии, к демократам, то резолюция, осуждающая Ильхан Амар, не получилась, ее поменяли на что-то очень аморфное, осуждающая, как бы, просто, ну, типа, давайте жить дружно или что-то такого типа. В результате 23 республиканца проголосовали против, потому что у них еще свежо воспоминание о том, как, когда, значит, республиканца из-за ее, по-моему, Стива Кинга, Стив Кинг в интервью New York Times сказал не очень аккуратно там, его, точнее, его не очень аккуратно процитировали, скажем так, New York Times. Его тут же осудили, тут же приняли резолюцию, тут же выгнали из всех комитетов, в которые он входил, и демократам тогда ничего, как бы, это не помешало. Поэтому 23 республиканца в главе с Ли Зельдиным, евреем из Нью-Йорка, сказали, что мы за это ваше барахло голосовать не будем. Их, естественно, тут же поругали в ответ, что как можно, почему, вот вы не хотите голосовать, вот вы такие негодяи, вот там 412 человек проголосовало, а вот 23 негодяи отказались, вот это вот, вот это вот настоящая природа республиканца. Ну, они выявили настоящих антисемитов, вот кто на самом деле голосует, но там, правда, надо добавить, что в этой резолюции, как ты говоришь, разно всяко напихали. Ну, по-моему-то, во-первых, там не назвали этого славного имени, из-за которой вот Сербот разгорелся, а во-вторых, там откуда-то взялась исламофобия и много иных там вещей неприятных, и получается, что, собственно говоря, сама-то тема ушла из-под, в принципе, из-под обсуждения. Да, и причем, в общем, сейчас люди, анализирующие, что там происходит, они считают, что Нэнси Пелоси потеряла контроль над партией, над палатой представителей, потому что, в общем, она идет на поводу вот таких вот Ильхан Амар или Александры Аказии Кортес и так далее. А у молодежи, пришедшей, у социалистической молодежи. Ну, понятно. Миша, есть к тебе вот такой вопрос. Как ты думаешь, вот некоторые наши друзья, наши коллеги, блогеры, издатели и прочие участники медийного процесса считают, что само появление, ну, вот таких персонажей, вот как Шура Аказио, Кортес, как вот Амар, как Плаиб, оно на самом деле совсем неплохо для того, что это как бы поможет республиканцам в определенное время одержать убедительную победу, ну, и в частности уже на, в том числе и даже на президентских выборах, потому что люди увидят, мол, истинную сущность вот этих всех дам и того, что они с собой приносят, и они сделают правильный выбор. Вот как ты думаешь, у тебя такое же мнение? Это хотелось бы верить, потому что все-таки в Америке, в Америке голосуют, как мы знаем, не 90%, не 80% населения, а около 50% обычно, даже в президентских годах. И сколько народу придет на выборы, и кто придет на выборы, это неясно. Утешает то, что, конечно, примерно половина населения себя считает independent, то есть как бы в середине. Поэтому для них, конечно, идея социализма чуждая. Но соус, под которым это подается, медикер для всех, бесплатное образование, бесплатное, что там у нас еще бесплатное, ну, я не знаю, все бесплатное, эти universal basic income, то есть всем раздать денег как можно больше, это очень такой привлекательный для достаточно большой части населения, привлекательные лозунги, потому что экономическое образование у народа, с экономическим образованием у народа не очень обычно, поэтому никто не понимает, что печатать деньги просто так это получится Венесуэла, или Зимбабве, или что там у нас еще есть. Вот. Ну, государства, в которых уже социализм победил. И поэтому... И Аказия тоже, она там... Они считают, что у нее есть такой вот любимый конек, она говорит, что эти неисчерпаемые ресурсы, подразумевая печатный станок. Ну, она, как видный экономист, закончивший университет, она, конечно, прекрасно в этом разбирается. Не, ну, она еще и получила серьезную выучку в баре своем, и поэтому она деньги-то считать умеет. А как бы ты оценил и расценил вот ту просочившуюся информацию, не знаю, каким образом такое можно вот еще вот на сегодняшний день где-то публиковать, что они с ее бойфрендом умудрились увести чуть ли не миллион вот этих пожертвований, которые люди сделали. Не с бойфрендом, не с бойфрендом. Ты путаешь, там две. Значит, бойфренду она там какие-то деньги платила? Хорошо, да. Там она ему просто хорошую зарплату платила. И дала ему еще этот имейл из своего, ну, правительственного, который не положен ему был по рангу. А деньги она ввела вместе со своим главным, это, Чифов Ставп. Там очень сложная, длинная имя и фамилия, поэтому я не буду говорить, я не могу запомнить. И он там какие-то создал две или три компании и туда переводил деньги, перевел чуть ли не миллион. Но она сейчас говорит, что это нам тут подбрасывают, ну, как Михаил Сергеевич говорил, что нам здесь тут подбрасывают, это все вранье, это все они там выдумывают, но пока что потребовали расследования. Это дело, в общем, сильно подсудное, потому что, конечно, сколько-то денег из избирательных всегда куда-то утекает между пальцами, но это обычно, там, 2%, допустим, от денег, которые выделили на компанию. И ты веришь, что прокуратура Южного округа, знаменитая Нью-Йоркская, палец о палец ударит по поводу Кортес? А куда и деваться? Как? А в прокуратуре? Нет, тут как, ну, если подали, если есть преступления, они любят разбираться с такими делами. Они, то есть, считать, что они только в одну стою, в одну дутку дуют, это не совсем, конечно, правильно. Они, конечно, любят, кстати, я только что прочитал насчет, говоря об этой прокуратуре Южного округа, есть такой Брайан Йорк, известный из Washington Examiner, по-моему, он пишет, очень интересный журналист, и он сегодня как раз вошла статья, где он кратенько подвел, перечислил все возможные суды, которые сейчас, все возможные дела, которые сейчас рассматриваются по поводу Трампа. И там список, конечно, ужасающий, и он говорит, что, в принципе, все вот эти вот, ни один US Attorney, ни один прокурор американский не имеет права по закону расследовать президента во время его президентства, потому что для этого специально был сначала назначен, ну, был закон о этом независимом прокуроре, который, как вовремя, Кен Старр был в последнем времени, потом этот закон закончился, и остался специальный прокурор, и вот как раз Бобби Мюллер занимается вот тем, чем положено, то есть, в принципе, он занимается, конечно, бандитизмом, то, что он делает, но, в принципе, это то, что, это единственный способ расследовать деятельность президента. Это узаконенный бандитизм, а что вот с той стороны, ну, смотри, вот сейчас мы можем перейти плавно, вспомнить одного из персонажей, которого мы все-таки нередко упоминаем, господина Монафорда, в связи с чем, что вот опосредственно все равно попытки связать президента с тем или иным лицом, будь то его адвокат, будь то бывший его вот руководитель выборной кампании и так далее, не прекращается, то есть, если нелегально одно, то заплывают с другого бокса, правильно? Ну да, нет, но они считают, они и тут пытаются, и, как мы помним, что Монафорда вынесли приговор, в итоге, там, за его преступление, которое, как максимально было, я не помню, там, то ли 32 года, то ли 85 лет за какие-то финансовые махинации, ему в итоге судья, которого, слава богу, назначил еще Рональд Рейган, вынес всего 47 месяцев, сказал, поругал, в общем, представителей Боба Мюллера за то, что они занимаются всякой ерундой, и заодно еще засчитал ему 9 месяцев, которые он уже отсидел, и еще сказал, что он будет сидеть в тюрьме, как это, white color, ну, как это, облегченного режима, и это, конечно, всех возмущило, особенно возмущился один из создателей русской саги, бывший директор ЦРУ Джан Брэннон, который сказал, что как можно, почему это такой вот мягкий приговор Монафорду, они по дороге, они немножко забыли, что это вообще приговор никакого отношения не имеет к русской саге, и что, в общем, это были, и осудили его за то, что, собственно, происходило, когда Боба Мюллер был директором ФБР, поэтому, куда он тогда смотрел, тоже не очень понятно. Поэтому, ну, это все идет в одну, мы знаем, как это все делается, нас это учили еще в 37-м году, кто-то... Нас учили, слава богу, не нас, но мы научены в Горьке в области 37-го года, да. Еще недавно, кстати, кто-то сравнил вот все эти газетные метания, все эти журналистские метания, когда они все в один голос кричат в одну дудку с либеральными силами, что это, что они сравнили это с культурной революцией Маузы Думы, что действительно очень похоже. И мы сейчас, кстати, увидели результат этого, потому что кто-то там откопал какую-то 12-13-летней давности запись интервью, не интервью, а даже звонил по телефону Харварду Строну, известному, в общем, радиопровокатору, радиоперсоналити, Такер Краус, самый, наверное, популярный ведущий на Fox News. И какие-то там, что-то там они поговорили, и, видимо, Такер сказал, возможно, что-то не сильно политически корректное, но с Харвардом Строном никто, по-моему, политически корректно не разговаривал. И Media Matters есть такая, поддерживаемая Соросом организация, в воскресенье вечером раздула большой скандал с этим связанный, и тут же, как обычно, попыталась поднять народную волну, чтобы потребовать, чтобы Такера выгнали из Fox News, и чтобы от него рекламодатели отказались, и все такое. Но рекламодатели пока достаточно терпеливо молчат. Такер Краус сказал, что я каждый день выступаю по телевизору, если у вас ко мне какие-то есть вопросы, приходите на мою передачу, мы с вами их обсудим. Вместо того, чтобы оправдываться, вот он правильно, потому что оправдываться с такими оголтелыми, значит, сторонниками одной точки зрения совершенно невозможно. Там наперсочники, с ними как играть в эти игры, естественно, только одним путем. Наперски в сторону, посадил рядом, и говори, если у тебя есть что сказать. Не, ну, так я так сказал. Сегодня, в общем, ожидается, что количество зрителей у Такера в результате чуть не удвоится, потому что, ну, он и так очень популярен, и, ну, там есть Хеннеди, там есть Лора Ингрэм, но Такер все-таки гораздо более популярен, потому что он очень ловко, его формат передачи гораздо более интересный, чем, допустим, у Хеннеди, потому что у него разные люди с разными точками зрения, с которыми он спорит иногда, возможно, немножко более агрессивно, чем нужно, но всегда очень интересно. Ну, на самом деле, сама манера – это вопрос вкуса, если нет спора и нет какого-то нерва в передаче, то, естественно, она, как правило, и не собирает аудиторию. Понятно. Вот, ну, хорошо. У нас… Когда я вернусь к Такеру, значит, это потому, на самом деле, весь этот шум начался не потому, что не из-за Такера, а из-за того, что в это время по телевизору показывали первый – это Таунхолл с одной из кандидаток в президенты, конгрессменша из Хавайи, Телси Габбер. Вот. И она, в принципе, среди даже консерваторов считается наиболее умеренной и наиболее вероятным, то есть наиболее вероятно, что она может выиграть против Трампа. Но ее, из-за того, что на демократической партии ненавидит. Ютой ненавистью. Поэтому ее даже во время… Именно во время ее Таунхолла разразился этот скандал. И про Таунхолл все тут же мгновенно забыли. Подожди. Ну, насчет там, что она может у Трампа выиграть, это, конечно, интересно. Кто такие прогнозы делает? Есть. Прогнозы делают люди, которые, в принципе, поддерживают Трампа. Они говорят, что среди всей вот этой вот шушеры, которая выставляется, Толстер Габбер – это единственная, которая как бы у нее есть. Ну, давай все-таки скажем, которая может быть хотя бы каким-то нормально достойным соперником. Ну, скажем так. Хотя уже по тому, как, в общем-то, и руководство Демпартии себя ведет, и по тому, как ее, ну, и, скажем, необязательные руководящие, люди, которые представляют ее в Конгрессе и в других законодательных и иных органах. То есть, мне кажется, что недолго осталось до того времени, когда эта партия начнет дробиться на те или иные части, потому что явно, ну, скажем, перед вменяемыми людьми еврейского происхождения встал реальный вопрос – или мы остаемся в рядах этой партии, или мы получаемся в одной шеренге с этой Амар, с которой мы начали сегодняшний эфир. Ну, это будет, если вдруг евреи переметнутся, это будет конец демократической партии, потому что Нью-Йорк и Флорида навсегда станут, ну, не навсегда, а надолго станут республиканцами. Да, ну, понятно, что там будут делать все возможное и невозможное, там и деньги Сороса и прочих доноров будут, несомненно, работать, но при этом, как ты видишь, несмотря на управляемость процесса всех этих дам, которые, конечно, озвучивают далеко не только, не только то, что в их скудных мозгах существует, да, я думаю, что вот вопрос все-таки вот той или иной игры вокруг этого, он, наверное, еще будет каким-то образом рассматриваться. Потому что им очень трудно бороться, конечно, с этим молодым крылом партии, который крылет, ну, не ясно, кто там поддерживает, например, Акази в субботу выступая в Техасе на конференции South and South West, неожиданно заявила, что, в общем, автоматизация это очень хорошо, поэтому у людей освободится время для того, что для каких-то там, для самовыражения. Неожиданно, ей там, в общем, сказали, что, в общем, это, знаешь, не все могут самовыражаться, и не все могут с этого, в общем, зарабатывать деньги, потому что есть достаточно много работ, которые люди, на которые люди рассчитывают, которые люди, в общем, делают, всю свою жизнь делали, там, работали в Макдональдсе или где-то, ну, на низкооплачиваемых работах. Теперь, конечно, это все ирунная, никому не нужно. Автоматизация, как автоматизация сочетается с тем, что электричество использовать нельзя, это тоже не очень понятно, другой вопрос, но после этого начался шум, она должна была на этой конференции выступить на следующий день, но она не выступила, сказала, что у нее заболела голова и уехала. Я сейчас подумал, что вот эти высвободившиеся люди видят какого-то творческого занятия, они могут коров пасти в специальных резервациях имени Аказии Картес, то есть, ну, какие-то надо выделить, там всех коров собрать, и вот эти люди как раз бы с ними ходили с форостинкой. Нет, я забыл, забыл, коров нельзя. Нет, ну, уничтожение коров полное, тотальное, это тоже вроде не понятно. Нельзя, нельзя, они же, они же, этот, метановый газ. Я понимаю, но если их в резервации где-то уж собрать всех вместе, ну, черт с ним. Ну, какая разница, газ же уходит, все, нельзя. Сейчас будет выходить, ну, где-то в одном конкретном месте. Ну, он же потом распространяется. Нет, коров нельзя, нельзя. Зайчиков каких-нибудь, я не знаю. Я бы ее на перековку индусам отослал, там бы, там ей бы разъяснили, что есть корова, и так далее. Вот, ну, ладно. Пока еще у нас буквально... Еще, кстати, возвращаясь к Карлсону, точнее, к Fox News, Демократическая партия решила, что дебаты президентские на Fox News она проводить не будет, то есть, в смысле, среди участников дебатов Fox News не будет, и, в общем, я считаю, что это, конечно, Демократическая партия может делать все, что она хочет, но не включать, например, Fox News, где кто-то да посмотрит, и, возможно, кто-то-то и решит голосовать за, возможно, за кого-то из демократических кандидатов, это совершенно бессмысленно. Ну, это вообще-то самая большая аудитория в нашей стране, то есть, если на то пошло. Ну, среди кабельных сетей, потому что самая большая это вообще CBS и NBC, но среди кабельных это Fox News. Статистика существует, здесь же статистика не которую рисует, в нужных кабинетах нужными людьми делается. Здесь же есть все-таки Ну, правильно, но это кабельные. Снородный определяющий, кто где сколько чего смотрит. Ну, а среди новостных так мы вообще будем объективные. Наверное, сложив все эти либеральные каналы вместе взятые, ну, так называемые либеральные. Там либеральные две штуки, в общем, основных, это MSNBC, CNN, MSNBC чуть-чуть отстает, а CNN там, в общем, далеко сзади, как обычно, но, в общем, примерно, как бы, примерно, да, Fox News. Я понимаю, у каждого, то есть, у овоща свой потребитель, но, тем не менее. Хорошо, буквально, еще несколько слов, может, про Майкла Джексона, и мы уйдем на перерыв. Не, ну, что, началась травма, опять вспомнили про Майкла Джексона, опять вспомнили про его, там, педофилию, и пытаются, в общем, теперь, как это, лишить нас его творческого наследия, как это, мы привыкли. Кстати, насчет педофилии, только что, вот, буквально час или два часа назад прошла новость, что, вот, был такой Джефф Репстин, как, ты, наверное, помнишь, этот Лолита Экспресс, и так далее, то есть, у которого был там целый остров с этими девочками малолетними, куда он возил элиту, включая обоих Клинтонов, и так далее, вот, и его судили, там, лет 10 назад, если не больше, и документы, причем тот же Боб Мюллер, и документы были закрыты, и вот только что прошла новость, что суд принял решение документы открыть, то есть, они, наверное, сразу не откроют, потому что там будут думать, там, что, не дай бог, чего там, но пока что обещают их открыть, и это, в общем, большая победа, потому что там очень много интересных. Да, но насчет открытия документов это отдельная тема, может, мы ее коснемся во второй части передачи, а пока мы послушаем очень полезные и нужные объявления, и вернемся к вам через несколько минут. Возвращаемся в программу радиоблог. Игорь, если вы не возражаете, наверное, я объявлю телефон, и можем принять звонки от радиослушателей. Да, пожалуйста. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, и, пожалуйста, добрый день, был в эфире. Я не ожидал присутствия, но не важно. Вот CNN и Fox. Выбор. Я считаю, что на Fox там мужики с серьгами в ушах, в носах и тёлки из салонов, или они вместе. И в противоположность ведущие CNN. Ну, а что, а у Лёньки Комаровского есть поклонники? Это можно чем-то объяснить? А если кого-то представить? Да, ты фашист. Какой я фашист? Я в Ассенции не работал. И к Сталинграду ничего, и так далее. А то, что против негров, а против латинос, а против советского, русского, советского, и чтобы получать удовольствие от ссоры между звонящими, это другая сторона. И на 90% у этого человека всё пропитано ложью. Привет от Бориса Тонтоногова, от Бори Тонтоногова, за Сепину. Сергей, я, конечно, прожил немалую, но я вот этот поток сознания совсем не понял. Это к специалисту, Игорь, нам не разобраться, у тебя нет медицинского образования, у меня это к психиатру нужно. Ассори. Давай, может, примем другой звонок, может, что-то вразумительное услышим. Нет, человек не дождался. 847-400-5200, телепан в нашей студии. Кстати, мы коснулись темы покинут ли евреи демократическую партию? А вот здесь в YouTube пишут, друзья, евреи Нью-Йорка столько проклятия обрушивают на израильские сайты, что я не верю в их вменяемость. Да, кстати, это мнение, я бы не сказал, что оно распозже, это, увы, такова правда, да. Давайте попробуем принять еще звонок. Интересно, тут у нас звонки такие. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушай, Макс. Я хочу сказать о социализме, которым вы говорите. Вы говорите о том, что просят бесплатное медикейр. Нету бесплатного медикейра. Нету даже для тех, которые сейчас получают. И для того, чтобы вы их могли спокойно оценить, возьмите карандаш и бумажку и посчитайте, во сколько вам обходится медицинское обслуживание. Вот сейчас, вот как там вам оплачивает, допустим, компания или еще какие-нибудь, ну, не медикейт и не медикейр. И посчитайте, сколько вам обходится. это сколько вы платите. Окей, так, давайте я попробую. Миша, реплика понятна тебе? Понятна. Есть что возразить? Я понимаю, что ты сейчас бумажку с карандашом не возьмешь, но скажи пару слов. Уже посчитали, что медикейр обойдется во сколько там, в 40 триллионов долларов, правильно? каких-то там, каких-то там, Ну, это лучше, чем Green New Deal, который в 93 триллиона. Вот, поэтому, но, нет, понятное дело, что, как бы, если, как, у нас уже была Обамакер, к чему это привело? К тому, что медицина стала очень дорогой и хуже. Вот. Сделают медикейр, который будет, как бы, развитие Обамакера, она станет еще дороже и еще хуже. Вот. И, ну, то, что все, что делается, как говорит Марк Левин и как говорят другие консерванты, все, что делается, все, что делается государством, все всегда плохо. И цена вопроса, это не единственная проблема. Ведь, как показывает опыт, там, где правительство управляет медициной, ограничиваются сервисы, которые предоставляют медицинские учреждения и врачи, потому что неизбежно стоимость растет. Если, я всегда в качестве примера привожу оценку, когда вводилась программа Медикер. Если мне память не изменяет, ее оценили в 9 миллиардов долларов, когда эту, за эту программу голосовали, когда ее только создавали. 9 миллиардов долларов. На сегодняшний день мы тратим триллион долларов на программу Медикер и Медикейт вместе. Триллион долларов. Так вот, единственный выход, который останется им, поскольку денег-то нет, даже если они 100% будут забирать денег у населения в виде налогов, они вынуждены будут сокращать, то есть рационализировать, так сказать, эти услуги. И вот... И что, она напечатает. Ты же понимаешь, что есть пламенная революционерка, которая первым делом к станку дорогу найдет и начнется... Но тут надо еще не забывать, что сейчас все-таки это платится страховым компаниям, страховые компании, среди них хоть какая-то конкуренция есть, хотя уже маленькая, а тут будет государство, которое будет раздувать этот аппарат до бесконечности, и, естественно, все цены будут расти тоже до бесконечности, а врачи не будут получать ничего. Они уже сейчас многие получают очень мало, а перестанут вообще. Давайте примем еще ангибы. Соответственно, у нас медицина будет соответствовать. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Предыдущий товарищ звонил. Как же он мог бросить социалистическую страну, где все бесплатно было? Лечение, обучение, все-все-все. Квартиры бесплатные, все бесплатно. Плюнуть на социалистическую родину приехать в капиталистический ад и 40 лет... Все понятно. Ну вот что делать? Сейчас мы спросим. Может быть, он руководится какими-то вот мыслями о светлом все-таки капиталистическом совсем будущем. Была же американская мечта, теперь нету. Мечта, да. Мечта похерена давно уже, конечно. Давайте привез следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Я, вообще-то говоря, только подключилась, но я могу сказать, я работала в большой компании, у нас была, конечно, замечательная страховка, которая стоила на семью, 100 долларов в месяц, 105 долларов. Это в какие годы, извините? Да, вот это вот Обама-Керр, все подскочило, и дедактово у нас появился сначала 700 долларов, а потом 1300. То есть, чего никогда не было. То есть, как только вступает в силу вот эта бюрократическая машина, все, как вы и сказали, становится намного хуже сервис, и намного дороже он. Это однозначно. Теперь, знаете, больше всего меня в этой ситуации как бы потрясает, что эти слуги народа себе отдельную медицину придумали. На них никакие вот эти вот законы не распространяются. Они распространяются только вот на быдло, так сказать, которых они считают вообще всю страну быдло, потому что если они сумели принять закон, который никто не читал, и для того, чтобы прочитать, им надо было сначала его принять. То есть это вот те, которые поддерживают демократов, но на самом деле быдло и совершеннейшие идиоты. Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, конечно, про дедакта был, который там 700 долларов или 1300. Некоторые, усмехаясь, уже могут сказать, что и 6000 уже никого не удивит, и более. На дедакте вообще получилось сколько? Потому что раньше были вот эти, сколько там, 20 долларов к правилам и физическим, 50 долларов к специалисту. И primary physician и специалисты знали, к ним приходит человек, они получают деньги. Теперь с этим дедактивал, никто деньги платить не хочет, все ждут, когда им пришлют счет, а счет, когда платят, когда нет. Поэтому у всех врачей теперь нужно еще держать аппарат, который следит, кто платит, кто нет, звонит людям, говорит, вы когда заплатите, и куча народу не платит, он уже говорит, что такое дедактива? Не знаю, не понимаю, ваш никакой дедактив. Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Меня отключили. Ну, потому что у вас бесконечная речь. Феликс, вы все равно же не ответили. Феликс, вот радиослушатель позвонил и адресовал вопрос вам. Почему же вы покинули столь благословенную страну, в которой было... Я говорю о том, что я покинул или не покинул. Я говорю о том, что вас ждет. Не меня, а вас ждет. А, нас ждет. Окей. Хорошо. Значит, давайте так, Феликс, давайте мы не будем терять времени. Вот Михаил сидит, он сейчас держит бумажку в руках и карандаш. Он ведет подсчеты, вот когда он их сделает, он вам персонально ответит. Хорошо? А пока мы попробуем еще с кем-то поговорить. Спасибо. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. 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 С Феликсом спорить невозможно, это, конечно, беспорядное дело. И я хочу сказать, что сейчас самая, мне кажется, более серьезная проблема в том, что вот молодежь, которая уже сейчас под 40 лет, они же все, так сказать, прогрессивисты, социалисты. И, в принципе, власть, так сказать, по возрасту скоро падает руки лет через 15 уже. Вот это самые серьезнейшие проблемы. Здесь уже ничего не забудут сделать. И вторая проблема, второй слой этой проблемы, те, кто сегодня учатся в школах, в университетах, через пару-тройку лет начнут голосовать. Хотя, в принципе, я считаю, что все определяется в семье. И семью упустили это и не поставили определенной моральной оценки. Поэтому дети, так сказать, подверглись всей этой пропаганде. Могу про себя сказать, что когда я там учился, так сказать, всегда меня ничем не прошибить было. С одной стороны так, а с другой стороны перед моими глазами есть масса примеров, когда родители вполне вменяемые люди, трезво мыслящие, а дети, пройдя, так сказать, курс обучения в колледже, потом в университете, и родители зареклись разговаривать о политике со своими детьми, потому что разговор никак не получается. Это споры, переходящие в такую вражду, и они поняли, что переводить невозможно. То есть, с одной стороны, безусловно, родители играют определенную роль в воспитании детей, но с другой, порой, трудно противостоять тому, что ребенку вдалбливается, начиная со школьной скамьи, ежедневно, ежечасно. Мы не тратим столько времени, общаясь со своими детьми, сколько времени они подвергаются вот этой промывке мозгов в учебных заведениях. Вот, кстати, по этому поводу я хочу сказать, что, во-первых, к счастью, не все так страшно, потому что, например, была сейчас эта СИПАК, это консервативная конференция, и там было очень много молодежи, и, в принципе, есть достаточно много, ну, я по Твиттеру служу и так далее, достаточно много молодежи, которые все-таки понимают, во-первых. Во-вторых, в общем, молодежи всегда свойственно такой, в общем, революционный да, и, к счастью, как только они идут работать и видят, сколько у них отбирают налогов, они достаточно быстро начинают кое-что соображать. И была, я считаю, очень правильная идея, ее, конечно, никто никогда не внедрит, но идея была такая, что вместо того, чтобы у нас автоматические зарплаты вычитали, налоги, чтобы люди сами выписывали чеки и посылали, потому что, когда автоматически вычитают, это так сильно не чувствуется, а когда нужно посылать, и видно, какие суммы, значит, это гораздо сильнее. Пока начинает дрожать, да, и тогда в голову это сразу, и все. Ну, вот учитывая обстановку, поэтому постоянно демократы пытаются, предпринимают попытки снизить возрастной цен для участия в голосовании, вот последняя попытка, там, до 16 лет снизить, пока человек еще не стал нормальным, так сказать, членом общества, вносящим какой-то экономический вклад и так далее, пока он еще оболванен, и пока он еще не столкнулся с тем, что он платит налоги, они все за революцию, все за фри, все бесплатно и так далее, так вот они пытаются все время снизить возрастной цен с тем, чтобы, с тем, чтобы школьники это вообще смешно, пиво ты можешь купить в 21 год, а голосовать идти в 16. Давайте попробуем принять еще звонки, добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, вы мне не ответили на мой вопрос, ну, во-первых, так вспомним, Станислав Братухин, дальше, я имел в виду вас, Сергей, вот эти перечисленные качества, и мне обидно, что существует такая, на мой взгляд, а я верю своему мнению, взгляду, что существует такая радиостанция под вашим управлением, и я, я не случайно Комаровского, да, кто-то мне противоречит, а если вы тоже, и по поводу Станислава Братухина, в тот день, когда я вам, был мой звонок, вот, потому что вы сказали, вы желали, чтобы Станислав Братухин в тюрьме сидел, поэтому был вызван мой звонок. Борь, вы фантазируете, Борь, вы фантазируете, ну, честное слово, вы сейчас говорите о каких-то вещах, которые не мне непонятны, не тем более... Вы знаете, Сереж, давайте так, вот, вот, когда мы с Герштейном здесь, вот, в эфире, давайте мы будем, если что-то уже о присутствующих, если говорить о Лене Комаровском, или о Братухине Станиславе, и так далее, ну, они как бы сейчас, это, это другая... Да, вы можете, совершенно верно, вы можете позвонить в эфир, задать им вопрос, или высказать свое мнение, давайте. Всегда же можно, наверное, можно. Абсолютно. Давайте, позвонить в эфир тому же Комаровскому, позвонить, задать ему любой вопрос, он ответит. Александр сидит в полном недоумении, о чем они говорят, что какие-то... Давайте, примем звонок, добрый день. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, по здравоохранению рынок стабилизировался, я это вывод делаю по своей страховке. Она уменьшилась почти в два раза. Вау. Правда, дедактабл увеличился в два раза, но это уже... А какой дедактабл у вас, пожалуйста? Сейчас это. Я плачу сейчас с каждого чека плюс Вижн, плюс Данкист плачу 42 доллара. А дедактабл? А дедактабл, скажите, какой? Дедактабл 4 тысячи. 4 тысячи. При таком, поймите, довольно небольшой дедактабл, я скажу. Это, кстати говоря, не самый худший вариант, и, наверное, если... В прошлом году, извините, я вас перебью, в прошлом году я платил сам за себя около 92 долларов, но дедакта был всего лишь 500. Ага, вот так. Спасибо. Интересно. Вот я плачу... Очень трудно судить, понимаете, по каждому персональному человеку, у каждого какие-то свои обстоятельства, свои там компании, где он работает, или бизнесы. То есть здесь очень сложно каким-то образом обобщать вот в таком случае. Но приятно слышать, что кому-то лучше стало, это хорошо. Да. Пожалуйста. Чтобы сохранить людей, идут какие-то дополнительные уступки. Не уступки, а как это называется, бенефиты. Немножко больше доплачивают за страховку, поэтому... нашли лучше какой-то вариант, поэтому... Да, слушаем вас. Вы меня отключили, я хотел добавить просто... И вы зря думаете, что... Я не знаю, я слушал по своему сыну, он инженер-механик. Он полностью, как говорят, у него времени нет на эту политику. Понимаете? Он получает сейчас второе бизнес-образование через интернет, онлайн. И все его товарищи, вот те, кого я смотрю, им это политика до одного места. Это тоже не самый лучший вариант. Должен сказать. Да, он читает новости, но у него просто времени нет этим заниматься. Понятно. Понятно. Спасибо. А это лучший вариант, чем быть совершенно либералом и строить социализм? Ну, Миш, тут есть другая опасность, что когда люди абсолютно не интересуются, вдруг они просыпаются в другой стране иногда, потому что кто-то очень активно организует и голосование, автобусы возят, специально там и все остальное делает. Нередко же возникает вот такой вопрос. Почему люди, которые, так сказать, придерживаются левых взглядов, они гораздо более активны, чем люди, придерживающиеся консервативных взглядов? То есть никаких демонстраций, никаких таких мероприятий не проводится. Ну, с одной стороны, это, наверное, объясняется тем, что финансируются, есть у них спонсоры, гораздо больше в левом лагере по сравнению с теми, кто мог бы поддержать, там, скажем, какие-то консервативные движения. Наверное, это одно из объяснений. Нет, Другое все-таки, как бы, социализм и вот это, как это, левое либеральное движение, они традиционно все идут в ногу с линии партии, а консервативное движение, оно гораздо более разрознено, разобщено. Мы помним про Т-партии, которая, как бы, отпочковалась от республиканской партии и было немножко. Мы знаем либертарианское, либертарианское партия тоже, значит, и поэтому это, как бы, поэтому они немножко, глядые, консерваторы, они всегда, типа, сами за себя, они не толпами, не ходят стадами и толпами, поэтому тут, думаю, частично в этом дело тоже. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, Алло. Да, пожалуйста. Это Сергей, да? Говорите. Спасибо за передачу. Я хочу сказать, что вот появление этих девушек молодых, мне кажется, это очень хорошо. Как-то раньше ввелась деятельность демократической партии более скрытно, как-то завуалированно. Сейчас они раскрылись. И мне кажется, что есть надежда на то, что они предложат законопроект о том, чтобы получать деньги не такие большие, а, например, средняя зарплата ихнего округа. И медицинскую страховку иметь точно так же, как обычные люди. И вот тогда сразу станет все ясно, кто за социализм, кто за коммунизм и так далее. Спасибо вам за ваше радио. Спасибо. Спасибо вам. Мечты, конечно, сладкие, но вот тут... Сейчас Шумер побежит голосовать в первую очередь. Это да. К сожалению, народные избранники действительно не берут то, что предлагают остальным. И вспоминается и преснопамятные времена Советского Союза, когда было четвертое так называемое управление, куда были прикреплены слуги народа так называемые. Вот у нас каким-то образом тоже отдельные существуют. Госаппарат он везде одинаковый. Да, поэтому в принципе тут неважно, какие идеи преследуют и чему следуют наши избранники. Они в первую очередь о себе никогда не забывают. Это понятно. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, ничего удивительного нет в том, что не республиканцы, а демократы так активны. Ведь все это хорошо организовано, хорошо оплачено. Точно так же, как тысячи тех, кто сейчас на границе у нас присутствуют и куда дети неизвестно. демократы. Дело в том, что Соросы, как я их называю, очень были ну опешены просто, когда Клинтон вдруг проиграла. И вот посмотрите, что они придумывают. И чего они только не изобретают против Трампа. И я слушаю и ваше радио, и другие, и я все удивляюсь. как можно так использовать демократию. Им все позволено. Это страшно. Кстати, и с демократией в Израиле, по-моему, тоже все наоборот. Деньги, деньги, деньги за то, чтобы взять власть, которую не удалось взять во время Чикагской весны 63-го, наверное, года. Спасибо вам за вашу передачу. Спасибо. Слушайте, ну, Миш, несколько слов нас мало времени осталось. все позволено, это основной признак демократии. Это первая поправка, как мы знаем. Но, к сожалению, сейчас это все позволено упирается в Facebook, в Twitter и в YouTube, которые сами решают, кому все позволено, а кому нет. Это гораздо большая проблема, я считаю, чем, например, то, что там сгоняют людей за деньги на демонстрации, потому что затыкать, не давать слова каким-то консерваторам, которым вдруг ни с того ни с сего запрещают, закрывают платформы, эти вот бесплатные, да, Facebook, и Twitter, и YouTube, и другие, это совершенно неправильно, потому что, почему, за что пострадал Алик Джонс? Ну да, Алик Джонс известный такой, как бы, провокатор немножко, как бы, и слишком... У нас уже время к концу подходит, вот так, о нем мы, может быть, как-нибудь в другой раз, вот, а пока я хочу поблагодарить всех тех, кто был сегодня с нами, то есть, кто слушал, всех тех, кто звонил в эфир, потому что мы с удовольствием принимаем звонки, особенно, когда они касаются темы нашего разговора, ну и надеемся на новые встречи, и не забывайте заходить на ТВ-клуб континент тоже, и послушайте нас с Михаилом и там. Всего доброго. Спасибо большое, всего доброго.